Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы хотели бы поговорить о таком заболевании, как амфолит. Воспаление пупка и пупочных сосудов. Заболевание образуется в результате инфицирования пупочного канатика и пупочных сосудов микроорганизмами в первые часы после родов. И проявляется лихорадкой, образованием болезненного отека в области пупка, а также может развиваться полиартрит, сепсис и перитонит. Причинами амфолита является отсутствие или запоздалая обработка пупочного канатика антисептическими средствами. Обычно персонал, который принимает роды, он или вообще не проводит эту манипуляцию, или с помощью грязных рук обрывает повину и таким образом заносятся в микроорганизмы. Это кишечная палочка, протей, разные стафилококи, стептококи, анаэробы, даже может заноситься к вастридиум амфринкес. Также на это влияют антисанитарные условия содержания телят в период после рождения. Это грязные клетки, мокрые клетки, когда проходит мацерация пупка пупочного канатика и через ворота инфекции попадают все эти микроорганизмы. Ну что же, перейдемте к нашему пациенту. Угнетенный, отказывается пить молоко, температура повышается до 39-45 градусов. Характерная поза, животное стоит с подтянутым животом. В центре пупка образовалась язва, из которой сочится гной. Отмечается пиорея, гнойные отделения из пупочного канатика, отек и гиперемия пупочного кольца, инфильтрация подкожной клетчатки вокруг пупка. Терапия заключается в системном применении антибиотика. В данном случае мы будем использовать аминогликозидный антибиотик канамицин 25% в дозе 2 мл на 50 кг живого веса. Также мы используем нестероидные противоспалительные средства. В данном случае мы используем флюнексин в дозе 2 мл на 45 кг живого веса внутривенно. И местная обработка антисептиком. В данном случае мы используем чимиспрей. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok